Саш, смотрю на эту красоту, скрытые утренним марьевом горы, леса, лесопосадки, и думаю, насколько же все-таки повезло жить в настолько зеленом месте. Симферополь действительно один из самых зеленых городов, если можно так сказать, потому что с высоты этой площадки мы видим и убедились в этом, как никто. Да, и поэтому хочу сказать, что эту красоту нужно беречь тем более, потому что она одна и другой такой у нас нет. Ну, об этом, я думаю, нам стоит поговорить с нашим гостем. Конечно, прямо сейчас и отправляемся, потому что, как известно, пожарная безопасность – дело, ну, очень важное, потому что случайно спичка брошенная где-то, возможно, стеклашка. Ну, мы знаем, как могут гореть леса, потому что в прошлом году в Ялте, да, горели они, и на самом деле это очень серьезная ситуация, которой нужно быть готовым заранее. И вот как можно предотвратить такие ситуации, мы пообщаемся с нашим гостем. Здравствуйте, у нас Максим Грамотный, заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым, сегодня в гостях. Доброе утро. Здравствуйте. Как раз-таки лето обычно символизирует начало пожарно-опасного сезона. И как мы проводим профилактические работы, и как боремся с тем, чтобы все-таки люди поответственнее относились к нашим зеленым насаждениям? Вы правильно сказали, но начало пожарно-опасного сезона у нас в Крыму вообще принято принимать даже не летом, а с апреля месяца. Именно с апреля месяца по Республике Крым объявлен пожарно-опасный летний сезон. И, как вы уже сказали, что началась методичная работа контрольно-профилактических групп. Среди населения, среди населенных пунктов. Этими группами мы постарались до начала летних отпусков охватить максимально возможное количество населенных пунктов, которые примыкают к лесным массивам, которые находятся в курортной зоне, туда, куда намечалось. И на данный момент уже прибывает очень много отдыхающих. Я хочу сказать, что на территории Республики Крым расположено 152 населенных пункта, которые граничивают с лесными массивами, которые подвержены угрозе перехода лесных пожаров. Если будет такая чрезвычайная ситуация на территории Республики. Все 152 населенных пункта проверены органами государственного пожарного надзора. Руководителям местных органов исполнительной власти вручены предписания с конкретными сроками до начала вот таких уже засушливых наших крымских летних дней. Указаны конкретные сроки по устранению выявленных нарушений. Оказана методическая помощь. Более того, я хочу сказать, что гарнизон пожарной охраны МЧС Республики Крым и Федеральной государственной противопожарной службы в конце апреля месяца провел масштабное учение с привлечением всех сил и средств единой государственной системы по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций. Туда были привлечены и представители Росгвардии, представители органов Министерства внутренних дел, представители лесного хозяйства. То есть мы отработали модели любой чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть на территории как курортного кластера, так и горно-лесного нашего местности. Всем мы прекрасно знаем, какой сложный ландшафт у нас на территории полуострова. То есть если вовремя не среагировать на возникшую чрезвычайную ситуацию, а именно на пожар, который по неосторожности, либо по каким-то природным явлениям может возникнуть в наших лесах крымских, то если вовремя не среагировать, мы можем просто-напросто упустить этот пожар и за считанные минуты, часы может перерасти в большие, знаете, несколько десятков гектар площадя неконтролируемого горения. В придачу наша погода засушливая и ветреная. И крымская сосна летом, особенно в июле, в августе месяце, при большой засухе, становится очень быстро воспламеняемой. Маслянистая хвоя дает вот просто-напросто... Ну, очень быстро горит, да. Очень благодатную почву до распространения огня. И с учетом нашего крымского сухого жаркого ветра, который меняется практически каждые полчаса, площади пожара, если вовремя не среагировать, могут приобрести просто катастрофические масштабы. А что касается жилых зон? Насколько я знаю, раньше была практика так называемых контролируемых пожаров, когда дачники, возможно, какие-то фермеры просто сжигали часть поля. Это запрещено. Вот какая ситуация сейчас вообще с соблюдением правил со стороны граждан? Ну, на данный момент со стороны Административного кодекса Российской Федерации по правонарушениям усилена ответственность наших граждан за сжигание как порубочных остатков, так и сухой растительности в неконтролируемых зонах. Более того, я вам хочу сказать, что уже на сегодняшний момент к административной ответственности за нарушение требований правил пожарной безопасности в населенных пунктах, на территориях привлечены порядка около 300 человек. То есть, помимо профилактических бесед, тематических занятий с населением, конечно же, к нерадивым гражданам привлекаются вот такие вот, знаете, административные меры. То есть, наказываем и штрафами, вывешиваем черные списки тех населенных пунктов, которые игнорируют требования пожарной безопасности на сайте МЧС и Главного управления МЧС России по Республике Крым. Поэтому пытаемся всеми способами донести до населения тот фактор, что вот именно безалаберное, извините за такое выражение, может быть, безответственное отношение к открытому источнику зажигания, так как к огню, кострам, может повлечь за собой огромные ландшафтные пожары с переходом их как лесных, так и степных, с переходом их на населенные пункты или на объекты экономики. Поэтому основной упор вот именно вот на данный момент определяется на профилактическую работу. Мы не останавливаемся, контрольно-патрульные группы работают ежедневно, туда привлекаются помимо сотрудников пожарной охраны еще и представителей органов исполнительной власти. Мы привлекаем добровольцев, то есть то часть населения, которое неравнодушно именно по проблемам безопасности. Мы, которые готовы просто мало того, что нас сами не поджечь ничего и предотвратить других, объяснить, что это нехорошо. И все-таки большое количество туристов едет на полуостров, летом, осенью, знаменитая бабье лето крымское. Скажите, кто все-таки чаще всего является причиной различных возгораний? Это местное население? Ведь если мы можем выяснить, из-за чего произошел пожар, или все-таки люди, которые приезжают сюда, думают, а оно ни свое, ни жалко? Ну, вы знаете, нельзя так делить на местное население, либо гостей. Но вы правильно сказали, что где-то 90% причин возгорания в степях и в лесных массивах, к сожалению, это человеческий фактор. К сожалению. Все, что касается степных районов, здесь, конечно, больше вина за такое неосторожное обращение с нашей природой лежит, конечно, на местном населении. Ну, бытует такое поверье, что выжигая сухую растительность, даем возможность расти новые поросли. То есть те люди, которые занимаются домашним хозяйством, думают, что делают лучше, чтобы молодая поросль быстрее росла и... Ну, и земля поля обновлялась. Да, поля обновлялась. Ну, это очень ошибочное мнение. Именно выжигание, вот именно такое бездумное выжигание нашей фауны влечет за собой большие экологические ущербы. То есть гибнут молодняк, гибнут птенцы, гибнут зайчата. Ну, знаете, это как страшная сказка сейчас рассказывать. Но вот именно, именно необдуманное действие с открытым источником зажигания это вот местного населения. Ну, а пожары в лесных массивах, к сожалению, к сожалению, это, как бывает зачастую, такое же необдуманное действие, но диких, неорганизованных туристических групп. Да. Ну, что же, да, спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас был Максим Грамотный, заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым. И мы вместе призываем гостей и жителей полуострова к повышенной отвертственности, особенно в пожароопасный сезон. Ну, а пока мы отправляемся, Саша, обратно. Я предлагаю посмотреть подборку видео, на которых отчетливо видно, что бывает, когда отвертственность, в принципе, упущена и когда совершены опрометчивые поступки.